Всем привет! Я Алексей Макаренков, и вы на канале Fagame, где мы рассказываем всякое интересное про игры и игровую индустрию. Сегодня будем говорить про фильмы по играм, которые ждут нас в самом обозримом будущем. В целом, с экранизацией игр всегда всё было не очень. Да, были очень неплохие вещи. Там первый Martach, Silent Hill, первая Laras Jolie, первый Resident. В конце концов, Ready Player One, хотя он не по конкретной игре. Но чаще получался либо трэш, либо просто слабое кино. Кстати, можете прямо сейчас написать, какой фильм по игре вам нравится больше всего. Просто соберём небольшую статистику. Недавно я посмотрел Дума-нигиляцию, и лучше бы я этого не делал. Фильм не какущий. Многие сравнивают инигиляцию с творчеством Уви Бола. Так вот, нет. Уви снимал лютый трэшак, но у него хотя бы был свой стиль и свой шарм. Шарм отвратительного кино, которое под настроение вполне можно посмотреть. Вот как выдавить такой сочный жирный прыщ, но вот мазохистское удовольствие получить было можно. Анигиляция — это просто абсолютно бездарное произведение. Именно бездарное и даже вот недостаточно отвратительное, чтобы его можно было рекомендовать поклонникам трэша. Трейлеры были ужасными, но при этом в них показали лучшее, что есть в фильме. И раз всё так грустно, давайте поговорим о фильмах по играм, которые ждут нас в самом ближайшем будущем, и которые теоретически могут оказаться хорошими. А могут не оказаться. Потому что экранизируют сейчас очень много чего. Если что-то забуду, смело пишите в комментариях. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Началось. Начнём с самой грустной истории. Анчарта. Когда-то Naughty Dog, когда работали ещё над первым Анчем, вдохновлялись Индианой Джонсом. И в итоге сделали одну из самых популярных игровых около Индиана франшиз. Натан Дрейк — это прям игровой Индиана. И дальше вся эта история должна была красиво закольцеваться. Анч отчасти вырос из кино и должен был получить киноадаптацию. Спасибо. А потом начался производственный ад. Сначала очень долго не могли найти режиссёра. Потом утвердили на должность Шона Леви. Если что, он снял «Ночь в музее», «Живую сталь» и участвовал в создании очень странных дел. Джигит опытный, у него могло получиться хорошо. Сценарий писал Джо Карнахан, но его версию раз за разом забраковывали. Ходили слухи, что вся эта история не нравится лично Дракману. Думаю, эту историю вы помните. Ну и потом Леви, как режиссёр, соскочил. Сценарий отдали на переработку Райфу Джаткинсу. И ещё через некоторое время нашли нового режиссёра, Дэна Трактенберга. И в этот момент я вот почти обрадовался, потому что Трактенберг снял отличный «Кловерфилд 10». Да, по стилистике это совсем другое, но Трактенберг же снял «Портал No Escape». Это короткометражка по «Порталу» с мизерным бюджетом. Но из неё видно, что человек любит игры, разбирается в них, и был шанс, что он сделает хорошо. Но всё опять закончилось плохо. Трактенберг в августе ушёл, нового режиссёра до сих пор не нашли. И уже понятно, что съёмки, которые должны были стартовать в этом году, переносятся. Что ещё важно? Картину должна снимать PlayStation Productions. Это киностудия Sony, которая была создана в этом году. И напомню, что Sony сами говорили, что создают свою студию, чтобы иметь возможность контролировать все этапы производства фильмов. Чтобы не получилось, как у Ubisoft, когда отдают франшизы на откуп, и получается высокобюджетно, но плохо. И на фоне всего этого Sony нельзя облажаться на старте. Им нужно снимать крутое кино. А в итоге вот такая ситуация. Так что давайте, конечно, надеяться на лучшее, но вот что-то как-то пока очень подозрительно. А сам фильм будет о ранних годах Дрейка, а сыграть Натана должен всё ещё Том Холланд. Посмотрим, чем закончится. Я животное. Двигаемся дальше. Майнкрафт. Да, по нему снимают 3D-анимационное кино. Изначально фильм должен был выйти в этом году, но потом всё переехало на 22-й. Снимают Warner Brothers. Режиссёром был Роб Маккелхани. Никаких крутых режиссёрских или продюсерских работ у него не было. Он больше известен как актёр. Возможно, хорошо, что теперь режиссёром стал Питер Солод. Что вообще из всего этого получится, совершенно не ясно, но вот одним из сценаристов выступил сам Маркус Персон. Следующий в списке — Monster Hunter. Monster Hunter World уже разошёлся тиражом в 14 миллионов. Дополнение Iceborne под 3 миллиона. В общем, у игры всё прям отлично. Фанатов в вагон. С фильмом чуть посложнее. Точнее, это тот случай, когда примерно понятно, чего ждать. Потому что снимает Пол Андерсон. И он в последнее десятилетие очень стабильный в плане качества режиссёр. Он снимает очень-очень среднее кино. Многие не любят его «Обитель зла», вот кроме первого фильма. Но с коммерческой точки зрения там всё отлично. Андерсон стабильно тратит на каждую часть там от 40 до 60 миллионов долларов. И стабильно каждая часть собирает там 200-300 миллионов в прокате. Так что у Пола всё хорошо. Он спокойно сидит на своей финансовой попе. Из интервью прямо чувствуется, что он не рвётся чего-то там достигать. Потому что у него и так всё нормально. Ты знаешь, я люблю видеогеймы, я люблю фильмы. Но при этом Андерсон периодически берётся за более масштабные проекты. И вот как только он лезет снимать что-то глобальное, получается не очень. Мушкетёры не взлетели, Помпеи вообще провалились. С «Монстр Хантер» скорее всего получится что-то на уровне «Последних резидентов». Там, если что, традиционно будет сниматься Мила Йовович, в главной роли Тони Джа. И в фильмах с единоборствами он очень хорошо выступает. Но ждать, что он прямо вот вытянет весь Монстр Хантер, наверное, всё-таки не стоит. Сюжет довольно простой. Отряд солдат через портал попадает в параллельное измерение, где живут здоровённые монстры. И с помощью местного охотника им надо выжить и вернуться домой. Ещё из важного, какую-то роль сыграет Рон Перлман. Что забавно, кадры со съёмок очень похожи на кадры со съёмок «Резидента». Прям вот почти один в один. Переходим к Мартачу. У экранизации МК очень тяжёлая судьба. Первый фильм снял как раз Андерсон, и это одна из лучших экранизаций игр. До сих пор смотрится неплохо. Но это было ещё в 95-м году, когда Андерсон был ещё молодой, горел работой и зарабатывал себе репутацию. На мой взгляд, вот он именно тогда снял лучшие свои работы. Собственно, МК, «Сквозь горизонт» и «Солдат с Расселом». Ну и потом, конечно, первую «Обитель» сделал. Вторую часть МК снимал уже Леонетти, и получился трэш. Молотаро вот с этими плюшевыми ногами — это просто тихий ужас. Мультсериал тоже получился слабым. Завоевание, мне кажется, что ещё слабее, но некоторым нравится. И была ещё отличная короткометражка «Перерождение» и сериала «На машине Маком. Наследие», который я досмотреть вообще не смог. Он как бы не совсем трэш, просто постановка боёв довольно слабая, и сюжет тоже не фонтан. И сейчас Саймон Макуэйт снимает нового «Мортача». Фильм выйдет в 2021 году. Обещали серьёзный бюджет, плотную курацию Сатранея до Буна, и даже подбор актёров местами, ну такой, хороший. Хирюки Санада отлично подходит на роль Скорпиона. Джо Таслим в роли Морозилы тоже нормально. Вот какой Кана получится из Джоша Лоусона? Вот это вопрос. Но не это главное. Главное, что вот режиссёр — это неопытный Саймон Макуэйт. Грэг Руссо как сценарист, ну тоже не очень понятно. Единственный хороший звоночек, что продюсирует всё Джейс Уан. Это, если что, Пила, Заклятие, Болотная тварь, Проклятие Аннабель. В общем, такие не самые плохие фильмы. А ещё за ним Аквамен числится, и ещё он работал продюсером Проклятий Плачущей. И там как раз получилось очень слабо. Но в целом у Уана такой хороший бэкграунд, как минимум есть шанс, что получится не трэш. Двигаемся дальше. Давайте прямо с копом разберём, что там мутит Юбисофт. Они давным-давно сказали, что фильмов по своим играм планируют снять много. Что амбиции у них запредельные, и что давно пора объединять игры и фильмы. Для производства кино у Юбиков есть отдельное подразделение — Ubisoft Motion Pictures. Но что важно, в отличие от Sony, они не делают всё под ключ, а привлекают к производству другие компании. На текущий момент у студии вышел ровно один фильм. Все вы его прекрасно знаете — это «Кредоубийцы». Фильм получился слабым, при этом ему ставили низкие оценки, называли самым провальным кино года, но в итоге фильм в Киеве насобирал 240 миллионов долларов в прокате. Но бюджет был 125 миллионов. И с учётом затрат на маркетинг и проценты отчислений, да, фильм не прибыльный, но, возможно, где-то на грани окупаемости. Простите, Кал, я тоже от этого не в восторге. Но студия продолжает работать, и у них в работе фильмы по Raving Rabbits, Watch Dogs, Far Cry, The Division, Ghost Recon и Splinter Cell. Плюс-минус надёжная информация есть только по Splinter Cell и дивизии. По Splinter'у «Волокита» тянется аж с 2012 года. Экранизация сменила уже несколько режиссёров, её пинали друг к другу разные студии. А в 2017 году был мини-скандал, когда Безил Иваник, вроде как выступающий продюсером фильма, назвал Splinter Cell шутером от первого лица. Ну и потом, работа опять замерли, собственно, единственное хорошее, что известно о фильме, в главной роли по-прежнему везде прописан Том Харди. Но по факту это вообще ничего не значит. Но Иваник, если что, спродюсировал Джона Уиков. И он прям неплохой продюсер, вот только пока он занимается совершенно другими проектами. По Division информации побольше, есть даже утечки про сюжет. Там отряд спецназовцев пытается выяснить причины эпидемии в Нью-Йорке. Ну, как бы логично. Режиссёр Дэвид Лич, он снял Джона Уика и Дэдпулов. Одну из главных ролей сыграет Джек Джилленхоут, так что тоже здорово. И вообще из всех фильмов по играм у Дивизии, пожалуй, больше всего шансов превратиться во что-то стоящее. Единственное, такое кино вполне могло бы быть и не по игре. И может быть это даже хорошо, потому что если бы с постерь ядового Райана была снята по колде или по медали, а Зомбиленд по какому-нибудь выживачу или, не знаю, там, отвратительная восьмёрка по РДР, у нас давно бы уже был целый ворох просто невероятных фильмов по играм. Но увы. Скажи адьё своим яйцам, ниггер. Что ещё забыл из важного? Вроде бы из производственного ада потихонечку выбирается фильм по Хейло, съёмки должны начаться в 20-м. По колде Activision планирует создавать целую мощную кинофраншизу, съёмки первого фильма тоже где-то уже скоро. А через полтора года должна выйти вторая Лара Крофт. Точнее, по факту уже четвёртая, но вот после перезапуска как бы вторая. В главной роли там опять Викандер, которая, как мне кажется, совершенно с ролью не справилась. Но вот при таком сценарии ничего удивительного, там никто из хороших актёров не вытянул. Потому что диалоги были такие, что их вообще никто бы не смог нормально и реалистично произнести. Помимо этого идёт вялое такое шевеление вокруг экранизации Gears of War, но там пока всё мутно и непонятно. Плюс-минус ясно, что Дэйв Батиста хочет сыграть Маркуса Феникса. Он много раз вообще про это говорил и писал в соцсетях, но пригласят ли его на роль — очень большой вопрос. Плюс ведутся подготовительные работы по съёмкам кино на основе Metal Gear. И ещё одна штука. Самая необычная экранизация игры — это, наверное, Тетрис. Ещё в 16-м году появилась информация, что снимать всё это дело будет Лоренс Касанов. Потом внезапно идея разрослась аж до трилогии. Причём вообще не ясно, насколько там всё будет про игру. Потому что, как сказал сам режиссёр, идея фильма — это построение порядка из хаоса. Прямо как в Тетрисе. Возможно, что самого Тетриса в фильме вообще не будет. Да и что там со съёмками, до сих пор тоже непонятно. Должны были стартовать в 17-м году, но не стартовали. И на сегодня это всё. Пишите в комментариях, какие важные фильмы я забыл. Потому что экранизация игр в ближайшие годы действительно выходит довольно много. А ещё обязательно напишите, какое у вас любимое кино по играм. Все комментарии мы читаем и на многие отвечаем. Плюс подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы нас поддержать. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока. Жил-был в ледяной избушке маленький весёлый режиссёрчик. Ездил по полям и лесам, по деревням, по сёлам, снимал великие шедевры про предания старины глубокой. А по соседству, в глубиной избушке, жил весёлый толстенький разработчик игр. Сидел на заваленке, плёл свои фэнтезийные лапти про змеев и сроту Гаврилыча, про топтыгина против марсиан и про всякое другое интересное. И вот плёл он как-то один свой лапоть и призадумался. А чего бы не снять крутой шедевр про свои изделия? Забежал к режиссёрчику на чай с бубликами и давай соблазнять. Сними, режиссёрчик, про мои лапти, крутое кинцо. Я тебе ягоды малины отсыплю, а объедение. В общем, уговорил. Почесал режиссёрчик свою репку. Не играл он никогда с фэнтезийными лаптями. Что про них снять можно, непонятно. Соорудил он из дубов колдунов модельку Змея Гаврилыча, водрузил её на Кудыкину гору, позвал знакомого Емелю-дурачка, дал ему в руки волшебный подсолнух, сказал «Атакуй Емель дубового змея». «Кия-тости!» сказал Емеля «Получи злой змей». Пнул ногой модельку, она и рассыпалась. «Ну, типа окей», сказал режиссёрчик. И пошёл в избу-читальню показывать своё новое творение людям. «Посмотрели люди, почесали репу, покрутили пальцем у виска. Вот тебе, дорогой режиссёрчик, наш великая народная дуля. А не орехи-пряники за хорошую работу». «Вот ведь, блин», сказал режиссёрчик. И пошёл продавать свою работу в далёкую страну восходящего ясно-солнышка. Ну и там ему почему-то чудо-зерна на полях заливных произрастающего не очень много отсыпали. Тут и сказочке конец. А кто слушал, с того лайк. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»